Некоторые из них впервые видят друг друга. На дискуссионном клубе «Точка зрения» собрались разные люди, которые уже месяц занимаются одним общим делом. Ищут рации, тепловизоры, квадрокоптеры, медикаменты и теплые вещи. А еще думают, как это все доставить на территорию, где проходит спецоперация. Волонтеры говорят, все, что будет отправлено, найдет свое применение. Я всегда привожу в пример, я говорю, ребята, окопы копать, если они будут в форме копать, форма выйдет из строя. Поэтому, когда мы присылаем туда костюм какой-то рабочий, они переодеваются, выкопали. И потом, даже если они выбросили этот костюм, это будет хорошо, потому что он выполнит свою функцию. В начале октября мэрия открыла в городе пункты сбора. Но стало ясно, что помощь сейчас нужна не только тем, кто на фронте, но и тем, на кого сейчас легли все бытовые проблемы. На сайте города Барнаула можно увидеть номера телефона, по которым можно позвонить и оставить заявку. Обращения совершенно разные, начиная от разъяснительной какой-то работы, заканчивая. Вот у нас сейчас впереди зима, есть какая-то там твердая потребность в твердом топливе. Вопросы, связанные с незаконченным ремонтом, то есть бытовые вопросы. Сегодня в регионе уже создано больше 20 групп, которые помогают мобилизованным. Самая крупная из них – Добрая воля 22. Сейчас в сообществе уже более 7,5 тысяч человек, а началось все с чата дома. Теперь волонтеры варят печки-буржуйки и уже не считают, сколько тонн помощи отправили на фронт и в места учений. Кто-то вяжет носки, кто-то мыслит более стратегически. Допустим, сейчас мы начинаем работать над созданием собственных беспилотников. Начинали с носков, доросли до беспилотников. Договорились на сегодняшний день с 53-й школой, инженерная школа наша, то есть что нам нужно. Помощь поступает разная, например, 2 рубля или 50 тысяч рублей. Но чтобы помочь бойцам, иногда нужны не деньги, а руки. У профессиональной нашей армии какие носилки – это брезентовое полотно, в котором две полоски втыкаются, туда такие ручки длинные. Что-то нужно такое было легкое придумать, что это была легкая мобильная сетка, которая всегда с собой у кого-то, и вот взяли и унесли. На этой сетке тянуть проще. Не остался в стороне бизнес. К помощи присоединились фермерские хозяйства и многие предприниматели. И продукты питания, и необходимые вещи. Мы работаем уже на протяжении нескольких месяцев с Олейской администрацией. Тот уровень отдачи, который сейчас наблюдается у сотрудников, просто сами не ожидали. Когда начальник производства встает на упаковку, когда менеджмент встает на лазерные станки, чтобы просто успеть вовремя, потому что завтра уходит машина, например, в Омск. По мнению общественников, бойцам, которые нуждаются в кровоостанавливающих средствах и теплых вещах, также необходимо получать детские рисунки и душевные письма. Я представляю, мужчина 40-летний с бородой, дагестанец, ингуш или кто-то еще, плачет и гладит рисунок алтайских детей. Не в этом ли проявление нашей нации? Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.